МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире «Импульс Севера» в студии Юлия Шаркова. В такую погоду хочется петь, но мы взяли себя в руки и подготовили выпуск в прозе. Впрочем, и песни будут, обещаю. Для начала новость для тех, кто не любит погорячее. Я сейчас про комнатную температуру. Котельные останавливают работу, и это верная примета лета. На этой неделе среднесуточная температура в Новом Уренгое ожидается выше плюс 8 градусов. Именно при такой погоде отопление отключается. В городе начинается комплексная подготовка к следующему отопительному сезону. Первым делом коммунальщики проведут ревизию котельного оборудования. В плане также промывка теплосетей. Общая протяженность городских сетей, теплоснабжение больше 100 километров и еще почти 40 в Карачаевой Олимпияхе. Все работы по текущим и капитальным ремонтам, и другим видам работ нужно завершить уже к августу. Теперь главная природная новость – это ледоход. Да, наконец-то мы его дождались. И в этом году лед в Новом Уренгое пошел на две недели позже, чем в прошлом. Вот такая погодная аномалия. Еще одна особенность – в этом сезоне не было никакой эпичности. Вот так река выглядела накануне. А вот так уже сегодня добавлю, что на реке Пур рядом с Карачаевой и поселком Уренгое ледоход начался чуть раньше, чем у нас – 7 июня. А между тем, главная река Ямала, Большая Опь, уже полностью очистилась от льда. Между Салихардом и Лабытнанги запустили пассажирские паромные перевозки. Еще одна примета лета – в конце минувшей недели новоуренгойцы генералили не только в квартирах, но и на улице. С наступлением тепла мы все больше времени будем проводить на свежем воздухе, а значит самое время избавиться от накопившегося за зиму мусора и облагородить территорию. Нам, кстати, есть у кого поучиться с заботой о своем городе. Подростки из отряда главы считают уборку улиц своим долгом, а не просто работой на лето. Об этом они нам сами рассказали. Это, кстати, не единственное, что их мотивирует. Смотрите сами. Существует не так много способов объединить большое количество людей, но субботник – один из них. Сегодня убираются в газовой столице на разных локациях, в том числе в отдаленном районе Карачаева. Здесь к уборке территории присоединился Андрей Воронов, что неудивительно, ведь тут прибираются его отряды главы. В этом году в Новом Ирингое количество мест в трудовых отрядах увеличили до 650. Подростков, желающих принести пользу городу, из раза в раз становится только больше. Мотивирует их, между прочим, не только зарплата. Во-первых, я сам хочу это, чтобы сделать свой поселок чистым. Ну и все, чтобы нашему ворону было приятнее. На что планируете? Зарплату истратить? Компьютер? Отпуск. Отпуск. На машину уже? Серьезный парень. Работаю в отрядах главы города. Ну, можно сказать, это мой долг убирать за таких неответственных людей. Они не замечают того труда, что делают, можно сказать, уборщики территории. Да как бы неприятно жить вблизи. Лучше убраться и потом с спокойной душой гулять. Мы прибираемся, едем в море окурков. Пожалуйста, не курите и не мусорьте. Андрей Валерьевич, а вы часто на субботники ходите? Ну, когда зовут, вот вы сегодня позвали. Ну, вы в следующую субботу тогда приезжаете еще. Договорились. Это помогает не только сплотиться, но и очистить территорию. Выходить на субботник с главой города оказалось особенно приятно. Он и в деле поможет, и угостит мороженым в жаркий летний день. Нам, кстати, тоже повезло, хоть и не с первого раза. А ты что? А кто-то будет? Я здесь. Андрей Валерьевич. Я переспондент. Вернулся в один раз. Адай в облаку! Справлялись с неприятными подснежниками подростки из отрядов главы не в одиночку. На помощь пришли и сотрудники городской администрации. Специалисты всех департаментов вооружились перчатками, пакетами и дали мусору бой. Недели ранее 45 городских предприятий уже провели первые субботники, поэтому теперь проект «Наш чистый новый уренгой» официально вновь заработал в полную силу. Присоединяйтесь и вы к уборке, объединяйтесь с соседями, чтобы привести в порядок дворы. Или с коллегами, чтобы облагородить закрепленные территории. Ну а теперь и ложка дегтя. И ложка, надо сказать, большая. Общегородской субботник прошел, а мусор на улицах кое-где остался. Таких мест достаточно. Очевидно, не все новоуренгойцы откликнулись на призыв присоединиться к экологической акции и навести порядок. Грязная в микрорайоне «Дружба» в районе дома 2,7. На парковке и вокруг спортивной площадки валяются пластиковые бутылки, мусорные пакеты, сдутый мяч, банки, упаковки из-под продуктов и многое другое. Похожая картина наблюдается и в южной части города, на Таежной 52Б и в микрорайоне «Оптимистов». Не особо следят за чистотой и предприниматели возле магазинов, фотосалонов и аптек скопились горы мусора. Это касается как небольших торговых точек, так и крупных компаний. Мы связались с представителем одной из федеральных торговых сетей. Вверенная им территория в микрорайоне «Дружба» оказалась не убрана. Нам рассказали, что на прошлой неделе там был запланирован субботник, но он не состоялся из-за погоды. Как нас заверили, до пятницы все уберут. Берем ситуацию на контроль. Найти и спасти для новоуренгойцев впервые прошла масштабная школа поисковика. В субботу все желающие изучали тонкости теории, в воскресенье закрепляли полученные знания на практике. Наставниками стали поисковики-добровольцы из Надыма, которые уже почти 10 лет занимаются розыском пропавших людей. На учениях в районе Южной магистрали новички искали парапланириста, который совершил жесткую посадку и повредил позвоночник. А что у вас конкретно можете описать? Я приехал в Уренгой на параплане полетать. Ищем мы мужчину, 57 лет ему, Степан Александрович. Мужчина летал на параплане, ну, с его слов, получается, попала птица какая-то, мужчина упал. Эта легенда придумана для новичков-поисковиков, но уренгойцы должны как можно быстрее найти и эвакуировать пострадавшего. Проводят их опытные инструкторы Центра поискового добровольчества Ямала. Задача Надымчан – научить как можно больше людей по всему округу, а зам работы спасателей. Не хотелось бы, конечно, чтобы вот этот опыт понадобился, чтобы никто не терялся. Но в случае чего, чтобы знать, как себя вести и, если что, передать опыт кому-то дальше, может, своим детям, своим знакомым. Чтобы мы взяли азимут, нам нужно колбочку крутить. Они первый раз сейчас пойдут в лес, первый раз будут работать с компасом. Это незаменимая вещь в лесу. Азимут должны и обязаны знать все. Умение определять азимут – это полдела. Главное – научиться использовать эти данные при навигации на местности. Перед вами будет карта. Я вам покажу, где мы находимся. Еще будет круче, если вы сами найдете, где мы находимся. И вы попробуете, так сказать, принять групповое решение, что вам делать. Кураторы делят новичков-добровольцев на две группы. Спортивный интерес здесь тоже присутствует. Нас с оператором отправляют прочесывать лес первой командой. Помогай! Проверь, пожалуйста! Пока мы еще даже не дошли до места, кем мы можем начать. Степан! Мне кажется, ребята как минимум стараются. Понятное дело, что они только начинают. Но рвение у них, конечно, отличное, сами видите. Новичкам кажется, что впереди предполагаемый объект поиска. Но это просто отдыхающий. Просто отдыхаю, гуляю, как бы наслаждаюсь природой. Ну, немножко удивился. Все ноги промочили, думали, уже обратно в штаб надо идти, а тут искать дальше. Шел третий час поисков. Вторая группа оказалась эффективнее. С поставленной задачей ребята справились. Потеряшка найден. Идем к ним. Штат, запишите координаты. Тринято отлично. Сохраните в навигаторах точку, где найдено. Наша старшая Ольга, она новичок. Она вчера первый раз к нам пришла. Я всю дорогу восвещалась ее дедукцией, ее мышалением. Этот человек будет у меня в отряде. Самое сложное для меня, как для новичка, это работа по координатам. Потому что ранее я не работала ни с контурной картой, ни с компасом. Эвакуация проводится ногами вперед всегда. Несмотря на все суеверия, эвакуация проводится ногами вперед. Если бы это были профессиональные поисковики, добровольцы, опытные, то здесь бы я сейчас очень сильно ругался. Но учитывая, что здесь люди, которые ни разу не проходили курс первой помощи, поэтому в целом на троечку. Игорь Забаровский уже почти 10 лет занимается розыском людей. За это время поисковиками-добровольцами отработано 978 заявок. 812 человек найдены живыми. Алена Ядня, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Большая политика касается каждого. Губернатор Ямала несколько дней работал на Петербургском международном экономическом форуме. Почему это важно? Потому что это вклад в будущее наше с вами. Округ на площадке форума заключил несколько важных соглашений. Скоро в Новомарингое будут обучать детей IT-направлением по методологии школы 21 Сбербанка. Проект заработает на базе будущего Кванториума. Результатом сотрудничества Ямала с Совкомбанком и российским экологическим оператором станут три масштабных мусоросортировочных комплекса. Один из которых построят в нашем городе. И это далеко не полный список. К Арктике сейчас прикованы взгляды всего мира. Но куда важнее то, что развитие региона идет благодаря особой поддержке руководства страны. Для нас, конечно, очень приятно и ответственно, что Арктика звучит абсолютным приоритетом в словах нашего президента. Это касается вопросов развития ресурсов, вопросов человеческого капитала. Раньше говорили, что Россия будет в Сибири прирастать. Сегодня она будет прирастать в Дальнем Востоке и Арктике. Значит, для нас, для Ямала повышенное внимание президента, всего руководства страны в ближайшие годы будет. Это, конечно, значительно упрощает решение многих задач. Вернемся из Питера в наш город. В Карачаево продолжается строительство больницы. Возводит важный социальный объект «Северная строительная компания». Сейчас на месте трудится 96 человек. Закончить работы по контракту должны к концу этого года. И, как заверил подрядчик Андрея Воронова, в срок они укладываются. Глава проверил ход работ на объекте и даже принял участие в выборе цвета керамогранита, которым облисуют фасад. Площадь участковой больницы около 8 тысяч квадратов. Там расположат детскую и женскую консультации, блоки кабинетов, диагностики и врачебного приема. Два стационара. На отдельном этаже разместят операционное отделение, секции реанимации, интенсивной терапии и клиника диагностической лаборатории. Участковая больница рассчитана на 23 круглосуточные койки. Строительство новой больницы в Карачаево выполняет задачи национального проекта здравоохранения. Внутренние работы уже приступаем. Денеры сети тоже скоро завершим. Мы, в принципе, уже к концу июля уже приступаем к отделочным работам. Июль-август. Ну и закрытие контура. Именно фасад. Из керамогранита. Год детства точно запомнится, особенно тем ямальским семьям, в которых в этом году появились дети. И вот почему 190 с лишним сертификатов на фотосессию для новорожденных выдано за первую неделю проекта. Напомню, стартовал он в нашем округе 1 июня, в день защиты детей. В нашем городе одной из первых такой сертификат получила многодетная семья нужденных. Состоялись и первые фотосессии с малышами. Родители новорожденных в течение месяца получат профессиональные фотоснимки, которые станут важной частью семейной истории. Напомню, инициатор проекта – губернатор Дмитрий Артюхов. Подобрать подходящего фотографа семьям помогает специальный сайт. Название у вас на экране. В проекте принимают участие уже 60 профессиональных фотографов. Их число растет. Ямальцы продолжают присоединяться к проекту. Затраты им компенсирует центр «Мой бизнес ЕНАО». 24-й год объявлен на Ямале годом детства. В связи с этим пакет мер поддержки у нас расширен именно актуальной тематикой. И она связана с открытиями детских комнат, детских центров, а также с фотосессиями для новорожденных. Если говорить конкретнее, гранты – это проекты ямальских предпринимателей, сумма поддержки до 1 миллиона рублей. Необходимо подготовить проект, который направлен на развитие или досуг для детей, заявиться в центр «Мой бизнес» и получить собственные меры поддержки на реализацию. Еще одна примета лета – детская тусовка на площади по выходным. Впрочем, улетные выходные – это не только про детей и для детей. Вот мы с оператором Виктором Етленко, люди вполне взрослые, но тоже веселились от души. Что уж говорить про малышей и подростков, вот как это было. В этом году лето подсодержалось, но старт проекта «Улетные выходные» буквально притянул тепло в наш северный город. Сейчас на городской площади жарко вдвойне, во-первых, нас согревает яркое солнце, во-вторых, конечно же, атмосфера, которую создают собравшиеся. Ну и в этом году проект посвящен году детства и году семьи, а это вдвойне здорово, поэтому поехали! Развлекательная программа на сцене артисты Дворца культуры «Октябрь». На площади наши дорогие горожане. Конкурсы, танцы, песни веселятся все и радуются теплу. А те, кто хочет совместить приятное с полезным, отправляются на мастер-классы или даже квесты. Важная для нас часть этого праздника – это реализация проекта «Легенды Ямала в память о первых». Библиотеки подключились к этому проекту и в течение всего лета мы будем проводить квиз. Квиз «Вспомним первых», в котором каждый житель может принять участие и получить призы. Фух, как жарко и солнечно, но у уренгойцы так долго ждали лета, что вот даже родилась акция «Приветствие лету». Сейчас все узнаем. Здравствуйте, расскажите, что тут можно сделать. Не хотите ли вы поучаствовать в нашей акции, написать приветствие долгожданному лету в Новом Уренгое и оставить свои пожелания новым уренгойцам? Не только мы сегодня здесь работаем, но и наш телеоператор Антон Берестянский. Антон, ты всегда за кадром, а сейчас в кадре. Как дела? Нормально. Все нормально. Дырак теплу? Нет. Да он шутит, ты же шутишь. Нет. Вы с кем сюда пришли? С детьми, с дочками. Для них тоже сегодня прям праздник. Я думаю, у них всегда праздник. У маленьких всегда праздник. В любую погоду, да. Нам надо у них поучиться. Здравствуйте. А вы кто? Я лиса. Лиса? Мы краски. Жарко? Нет, не жарко. Круто, улетно. Что вам тут нравится больше всего сегодня? Покушать. Ну, типа тут. А какие планы на лето у тебя? Спать, гулять, вкусно покушать. Весело? Очень, очень весело, тепло. Не то, что как первого июня. Что ты здесь сегодня делать будешь? Играть. Танцевать будешь? Не, не хочу. Почему? Настроения нет танцевать. Не танцевально? Я выступала. А я смотрю. Очень круто. Сегодня погода. Сегодня сейчас погода соответствует этому. Поэтому мы очень рады. Да, мы увидели, что сегодня в 5 часов официальное открытие улетных выходных. И вот пришли. Ура! Все семьи пришли. Проект «Улетные выходные» стартовал. И уже третье лето подряд будет радовать новоуренгойцев и гостей города. Каждую субботу на городской площади ждут всех в 17.00, чтобы скрасить свой выходной день. Юлия Шаркова, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульс Севера». И еще одна тусовка, которую ни тихой, ни скучной не назовешь. Мотосезон в Новом Уренгое открыли десятки байкеров, которые по этому случаю собрались на площадке у пассажа. Среди них не только местные. К пробегу присоединились участники из поселка Пангады, а также из других ближайших городу населенных пунктов. Колонна промчалась по дорогам газовой столицы, соблюдая все правила дорожного движения. А завершился их пробег по традиции у вечного огня. Субтитры создавал DimaTorzok Я не один сюда приехал, у нас приехало четверо, но те, кто смогли. Специально приехали на открытие в Новый Уренгое. Мы, в принципе, традицию эту никогда не нарушаем. Есть возможность, приезжаем, поддерживаем своих коллег по двум колесам. В 2014 году я здесь на севере купил в Новом Уренгое свой первый хороший мотоцикл. И с тех пор, в этом году 10 лет, как я по северам катаюсь. Погода обалденная, прямо для мотоциклистов упоение. Ребята все отнеслись очень хорошо, с пониманием. Колонна прошла замечательно, светофоры нам помогли. Ну и, естественно, служба ГИБДД оказалась тоже в свое содействие. Все получилось, все нормально, все отлично. Значит, лето будет, я думаю, для нас хорошее. Каким будет это лето, во многом зависит от нас. Помните, в начале выпуска я сказала про то, что хочется петь. И пообещала, что песни будут. Ну вот, слушайте. От участников проекта «Наш чистый новый Уренгое» нам теперь достался. Не только освобожденный от мусора город, они подарили нам этот гимн в чистоте, любви к родному городу. Субтитры создавал DimaTorzok Что тут скажешь? Хочется петь? Пойте. Желаю вам радостной и продуктивной рабочей недели. А у нас все к этому часу. Увидимся.